Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». 12 часов и 5 минут в Кирове. Начинается программа «Культпоход». Сегодня пятница, 21 июля. Вас, вернее, не нас, но вас в первую очередь, наши слушатели, ждет сегодня розыгрыш всевозможных призов. Это билеты на мероприятия, книги, билеты в кино в том числе. И сегодня у нас замечательная тема. Мы будем анонсировать второй вятский открытый фестиваль театра кино и журналистики под названием «На семи холмах». А, забыл представить, кто ведет передачу, да? Светлана Дождевых. И Владимир Смитальев. Да, добрый день. Сейчас представим нашего гостя. Главной, основной площадкой этого фестиваля станет Кировский драматический театр. Поэтому мы сегодня логично пригласили в нашу студию директора Кировского драматического театра Константина Зайнулина. Добрый день, добрый день. Как громко, да. Слушайте, ну большое событие, да, судя по той афише, которая в том числе и на сайте драматического театра размещена. Ну, прям вот российские звезды театра и кино к нам приедут. Такое грандиозное событие, да, для нашего города и области. Мы порагаем, что без всякого привлечения, это, наверное, одно из самых масштабных событий в области культуры и искусства за последние годы. В нашем регионе действительно так. Фестиваль проходит уже во второй раз. В этом году он пройдет с 6 по 13 августа, с воскресенья по воскресенье, целую неделю. Возрастных ограничений нет никаких у фестиваля в целом? У фестиваля в целом нет, да. Конечно же, у каждого спектакля есть своя возрастная классификация. Да, в Киров приедут порядка 150 известных, любимых артистов театра и кино. Да, в основном это жители столичных регионов Москвы, Санкт-Петербурга. Ну, конечно же, эфирное время не позволит перечислить всех, но назову только самые, наверное, знаковые имена. Это Рариса Ружина, Наталья Гвоздикова, Макар Запорожский, Ольга Остраумова, Лиза Арзамасова, Ив Набиев, Анатолий Васильев, Игорь Лифанов, Александр Пашутин и многие-многие-многие другие звезды, без всякого перевлечения. Конечно же, как и в том году, Кировский образной драматический театр является основной сценой фестиваля. Именно там пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля. Они проходят, как и в том году, в формате красной дорожки. В буквальном смысле на площади перед театром будет расстелено замечательное красное ковровое покрытие, по которой и пройдут все участники фестиваля. Ну, вот такая традиция есть. И можно будет как-то собраться в этой красной дорожке, так же, как это бывает. Абсолютно спокойно помахать звездам, увидеть своего любимого артиста. Ну, а затем те зрители, которые имеют билет в театр, смогут еще войти внутрь, посмотреть замечательный гара-концерт с участием этих замечательных артистов. Ну, а на церемонии закрытия будут подведены итоги фестиваля, вручены награды. Примечательно, что это фестиваль... Можно я вклинюсь, да, возрастное ограничение нужно произнести обязательно открытие и закрытие фестиваля 6 и 13, соответственно, на август, а 12 плюс там возрастное... Совершенно верно. Смотрю на афишу. Да, поскольку фестиваль у нас театр и кино, поэтому будут вручены соответствующие призы в двух номинациях, да, лучший спектакль, лучшая женская и мужская роль в театре, и, соответственно, лучший фильм и лучшая мужская и женская роль в кинофильмах. Да, в драматическом театре замечательная театральная программа, но в этом году фестиваль расширил свою географию. У нас добавились две сценические прощадки театра на Спасской и Вятской филармонии. У нас обширная кинопрограмма, и каждый вечер на театральной площади, на уличной сцене с началом в 20 часов 30 минут будут показываться замечательные отечественные российские фильмы полнометражные, да, для такого семейного просмотра. Это уже известные фильмы, которые уже... Эти фильмы уже известны, да. Нет, я имею в виду, они впервые выходят в прокат, показываются на экране, или это снятые там за последние годы, например. Вот как раз те фильмы, которые мы показываем, театральные прощадки, они уже вышли в прокат, они уже известны. Да, и откроют кинопрограмму, миродрама «Курьезы» 16+, затем кино «Альманах Лиризмы» 16+, затем замечательная программа от «Союзмульфильма», мы покажем даже два анимационных фильма, «Чинг. Хвостатый детектив» 6+, «Суворов. Великое путешествие» 6+, будет и программа короткометражных фильмов. Примечательно, что, да, посещение этих всех кинопоказов, которые пройдут, что еще, да, наверное, примечательно, и, наверное, такого еще не было в Кирове под открытым небом в буквальном смысле. Но, видимо, экран будет вот непосредственно рядом с драматическим театром, да? Экран будет установлен на уличной сцене, да, будут установлены удобные зрительские кресоры. Вот. Не стоя придется смотреть. Не стоя, конечно же. Да, порядка 300 зрителей мы ожидаем. Будет 300 удобных кресерей, если вдруг не хватит, мы постараемся как-то дополнить. Из драмтеатра. А на случай непогоды, Константин, навесы какие-то? Мы рассчитываем, что как и в том году будет сиять солнце всю эту счастливую неделю, да, мы исходим из того, что все-таки дождя не будет, мы, да, приложим все для этого усилия. Разгодим тучу, если что. Да, ну а если все-таки, да, погода подведет, мы будем действовать по ситуации. Вход, к слову говоря, на уличную кинопрограмму свободный. Но помимо этого есть еще и программа тех фильмов, которые еще даже не вышли в прокат. Это совершенно новинки отечественной киноиндустрии. Эта программа будет проходить, да, у наших партнеров в кинотеатре «Смена». Да, программа в настоящий момент вот-вот уже в финальной стадии будет в ближайшее время опубликована. К слову говоря, призываю всех зайти на сайт фестиваля 7хормовфест.ру. Там можно увидеть полную программу фестиваля. Да, повторюсь, вот такие четыре замечательные, даже пять прощадок. Да, драматический театр, театр юного зрителя, Вятская филармония, кинотеатр «Смена» и еще, получается, театральная прощадь. Константин, да, скажите, не из проста именно так сформулировано название фестиваля «Фестиваль театра» на первом месте, на втором месте «Кино», а на третьем «Журналистика» уже. Совершенно верно. Да, из проста. Это вообще, наверное, единственный фестиваль подобного рода, который, да, объединяет сразу этих три жанра, да, и театр, и кино, и журналистики, поскольку, да, под закрытие фестиваля, да, 11-го часа, состоится медиафорум, мы его проводим совместно с Кировским отделением Союзов журналистов России, и в Кирове будут приглашены не только известные кировские журналисты, но и представители средств массовой информации из области, из населенных пунктов, да, нашего с вами региона. И мы обсудим, да, важные профессиональные темы культурной журналистики, как освещать культурные события, как говорить об искусстве, как говорить о культуре. Конечно же, это такое, с одной стороны, узкопрофильное мероприятие, но, тем не менее, да, по итогам этого медиафорума будет даже вручен приз за лучшую журналистскую работу, да, прошедшего сезона, да, за лучшую статью и за лучший видеосюжет о событиях. И за лучшую программу на радио. Да, я сразу думаю, а мы участвуем в этом конкурсе? Да, мы участвуем, я знаком с положением, мы тоже заявляемся. Приз, между прочим, поездка в Сочи. Да, 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 мы тоже заявляемся. Владимир. Я открою вам даже, Светлана, секрет, одну из наших передач с вами совместных я тоже туда отправляю, да. Это очень приятно, что нация. Поэтому желаю вам успеха, да, и фестиваль, конечно же, да, вот он настолько масштабен, что я еще и не упомяну о том, что у нас состоятся, да, серии выездных концертов в городах области, в Кирове-Чепецке, в Сорбацком. По доброй традиции, как и это было в прошлом году, состоятся бесплатные, общедоступные городские концерты, да. 7 августа мы даем концерт у дома Витберга, замечательный, замечательного дома, да, под открытым небом, на ружайке. Ну, там, видимо, для всех желающих, без возрастных ограничений, да, соответственно? Абсолютно свободный вход, 0+. Да, и даем 12 августа в субботний вечер концерт на набережной Грина, на Веерной лестнице, да, в этот день весь город будет отмечать не менее замечательный праздник, День физкультурника, да, и по доброй традиции в течение всего дня там обширная праздничная программа, которую завершают артисты, участники фестиваля. В 21 час мы выйдем на сцену, да, и порадуем кировчан своим искусством. То есть это представление будет, да? Это будет такой гара-концерт, как и в прошлом году, да, он собрал достаточно большое количество жителей, да, порядка 5000 зрителей было в этом году, да, мы, конечно же, эту акцию повторяем. Ну, а 13 августа фестиваль завершится. С воскресенья по воскресенье получается, да? Совершенно верно. Давайте про театральную составляющую все-таки поговорим поподробнее. Возникает вопрос, а судьи кто, да, то есть это все-таки конкурс, да, и будут подведены итоги, кто будет решать, кто будет выбирать. А судьи это, конечно же, зрители, да, мы отказались от практики, да, формирования какого-то экспертного или профессионального жюри по ряду своих причин, да, и мы решили довериться, как и в том году, мнению зрителей, и поэтому, да, будет организовано зрительское голосование в социальных сетях, да, фестиваля, да, и тот участник фестиваля, тот любимый артист или тот спектакль, который наберет наибольшее количество голосов и поручит призы. То есть то, о чем вы вначале в самом сказали, лучшая мужская роль, женская роль, лучший спектакль. Лучший спектакль, лучшая мужская и женская роль, соответственно, либо, да, в театре, либо в кино, ну, и, соответственно, лучший спектакль, либо лучший фильм, по мнению нашего с вами фестиваля. Фестиваль объединяет порядка 150 участников, да, со всех уроков страны, и театральная программа обширная, и кинопрограмма обширная, да, но вот если говорить о театральной составляющей... Почему именно вот такой список, да, постановок сформирован? Это они сами заявились или вы приглашали их к участию в этом фестивале? Ну, над этим работает большая команда фестивальная, да, и президент нашего фестиваля Сергей Новожиров, известный российский театральный продюсер, фестивальный, да, лидер, у него несколько фестивалей по стране, да, формирует эту программу. Мы стараемся не повторяться, да, никаких повторов прошлого года нет. Это свежие, интерпризные спектакли, одни из лучших в стране, да, премьера, которая состоялась вот буквально либо в 22-м году, либо в текущем 23-м, такова концепция, это все свежие спектакли, да, поэтому в драматическом театре состоятся показы таких спектаклей, как «Семейный ужин в поровении второго» 12+, авантюрная миродрама «Ночь ее откровений», в главной роли которой, да, играют Игорь Ильфанов, Лиза Арзамасова 16+, особенности национальной женитьбы, миродрама 12+, романтическая комедия «Розыгрыш» 16+, спектакль «Соперницы», да, с Леной Яковлевой 16+, лирическая комедия «Внимание на меня» 12+, да, не менее замечательная программа в Театре Наспасской, да, там просто замечательная серия моноработ, будет показан спектакль заслуженного артиста России Андрея Межулиса, и он будет рассказывать о жизни короля эстрады, спектакль называется «Вертинский» на все времена. Алена Бекурова из Санкт-Петербурга, блистательная певица, представит моноспектакль «Гори, гори, моя звезда», повествующая о жизни и творчестве Анны Герман, да, 12+, да, будет замечательная работа «Я, бабушка» Елико и Рарион, это моноспектакль Георгия Абадзе по замечательному известному роману грузинского писателя, будет даже мистический хоррор «Ви» 12+, он будет показан 12 августа, поэтому программа театральная действительно очень обширная. Как Константин Александрович нас предупредил, билетов-то остается очень-очень немного, да? Их действительно практически уже нет, да, в драматическом театре, да, можно откровенно сказать, что практически все билеты проданы. Разве только на красную дорожку, да? Да, в театре на Спаске есть еще какое-то определенное количество билетов, но я рекомендую всем поспешить в билетные кассы, поскольку они действительно тают на грозах. Ну и не забыть еще о программе на сцене Вятской февральмонии. Там, конечно же, да, такая внеконкурсная программа, это серия творческих вечеров, музыкальных встреч, да, в частности состоится творческий вечер народной артисты Светраны Крючковой, да, он пройдет 8 августа, да, легенда, да, и театральные киносцены. Отечественные сцены, и кино кино. Да, на следующий день не менее знаковый артист, народный артист России Андрей Соколов даст свой творческий вечер. Будет и серия музыкальных вечеров, да, Катерина Семенова даст свой вечер, Ив Набиев, финалист шоу «Голос», да, и к нам даже приедет вокальный ансамбль из Республики Беларусь, «Чистый голос» он называется, да, это один из ведущих коллективов дружественной нам Республики. Ценителей, да, высокоакадемической музыки рекомендую не пропустить и это событие. Я сейчас поймал себя на мысль, а вдруг, да, у кого-то именно на эти даты приходится отпуск, например, да? Да, такое может случиться. И сейчас вот такое желание и понимание не уезжать из города, да, потому что в течение недели я уже ожидаю, что город просто будет такой наполненный каким-то живым таким движением, событиями. Я помню, как это проходило в прошлом году, и действительно, вот концерту дома Витберга собрал тогда большое количество людей, и так все, в общем, радовались. Вот. На следующий год нас ждет 650-летие, я не сомневаюсь, что фестиваль пройдет, да, и на следующий год, но может быть что-то специально к 650-летию, например, там какие-то тематические, может быть, будут там подборка, какие-то спектакли. Фестиваль абсолютно точно пройдет и в следующем году, он уже станет третьим по счету. В этом году он уже проходит под эгидой, на всех афишах размещен роготип, официальное празднование 650-летия нашего города, да, под эгидой навстречу юбилею. Да, и, конечно же, тут важно отметить те преобразования, которые и наш театр испытывает, да, многие горожане сейчас, да, проходящие мимо театральной прощади, видели, что здание театра находится в лесах, мы сейчас проводим, да, ремонт нашего фасада, причем мы абсолютно точно успеем завершить ремонт парадной части к фестивалю, да, и красная дорожка, конечно же, уже пройдет без лесов. Чтобы не мешало эта строительная конструкция. Да, поэтому и сам театр внешне преображается, да, вообще обширная программа юбилейных событий предстоит, не только фестиваль на Семи Хармах следующего года, но и, да, мы ожидаем гастроли Большого театра России, мы ожидаем в июле 24-го года, мы ожидаем гастроли Мариинского театра в сентябре 2024-го года, юбилейного, да, мы ожидаем фестиваль «Золотая маска» в Кирове, который привезет лучшие спектакли страны, и это не только московские, санкт-петербургские театры, да, это не менее крепкие коллективы из других регионов, да, профессиональные, да, региональные театры, имеющие эту награду, высшую театральную награду, да, вот знаете, есть «Оскар» в области кино, в области российского театра есть премия «Золотая маска». Да, и, конечно же, фестиваль состоится, и мы, как и в этом году, мы нарастили, да, количество сценических прощадок, возможно, в следующем году добавится не только драматический театр, не только кинотеатр «Смена», не только «Вятская ферромония», не только «Театр на Спасской», но еще и какие-то другие зоны, будем к этому стремиться, и мы ставим такую цель. Ну, а к следующему фестивалю «Ремонт» драматического театра уже должен быть завершен, да? — Ремонт фасада будет абсолютно точно завершен, и в этом году мы поручим проектно-сметную документацию не только, да, на ремонт фасада как такового, а реконструкцию всего здания, в том числе внутренних помещений, в том числе, да, комплекта сценического оборудования, да, это вопрос непростой, здание является памятником архитектуры федерального значения, там есть ряд, да, законодательных ограничений, и, конечно же, мы сохраним исторический облик здания. — Ну, напомним, год постройки — — В 1939 году был закончен. — Открыт, да, строились буквально в рекордные сроки, за три года это здание построено, поэтому я порагаю, что все-таки юбилейный год мы переживем в том состоянии, в котором есть, но как только мы проведем все эти масштабные события, возникнет вопрос абсолютно точно закрытия театра на полную капитальную реконструкцию, но до этого давайте доживем, мы заглядываем так вперед, уже и про следующий фестиваль говорим, и про юбилейный год, это будет, мне кажется, отдельная встреча, давайте переживем фестиваль этого года. — А слушайте, артисты нашей драмы, они как-то задействованы в фестивале, или сейчас они отдыхают? — Дело в том, что природа этого фестиваля как раз заключается в том, что труппа театра, наши домашние, что называется, сейчас находятся в прановом отпуске. — Хозяева драмы, да. — Да, в прановом отпуске это абсолютно нормально, потому что сезон у нас выдался ударный, мы очень продотворно поработали, поэтому июль-август труппа театра отдыхает, но те артисты, которые не уехали из города, какие-то теплые края, или на родину, кто остался в Кирове, или кто уже вернется к этому времени, конечно же, они тоже пройдут по красной дорожке как хозяева площадки. Да, такая практика была и в прошлом году. — Слушайте, а возможно, я так уже фантазирую, вот известные актеры российского уровня приезжают, а кто-то не смог, а кто-то заболел, а кировский актер способен заменить, сыграть какую-то роль в постановке? — Какую-то невероятную историю вы рассказываете, Вадим? — Или спектакль отменяется в этом случае вообще-то? — Ну, наши артисты очень... — Разные ситуации бывают. — Наши артисты очень профессиональны, конечно, они могут решить любую творческую задачу, поставленную перед ними, но все-таки мы исходим из того, что, да, все приедут, да, и... — Все должны быть здоровы, живы. — Все должны быть здоровы, да, пометуя опыт прошлого года, ну вот, к сожалению, у нас, да, была замена, одна из артистов, к сожалению, заболела тогда еще модной болезнью ковид, которая, слава богу, да, сейчас уже ушла из нашего лексикона, из нашей жизни, да, но тогда, да, произведена замена, но все состоялось благополучно, но в этом году ни на каких замен мы не рассчитываем, и мы надеемся, что все состоится так, как мы заявили. — Неофициальную какую-то... — Да, вот меня тоже... — Программу готовите для гостей? — Их столько приедет, их нужно разместить как-то, чтобы по городу... — Познакомить с городом. Есть ли в планах познакомить с городом? — Да, вот профессиональный интерес у Светланы, да. Она может на высшем уровне провести и рассказать. — Безусловно, каждый день пронируется экскурсионная программа для наших гостей, все-таки Вятский край, да, отличается своим особым гостеприимством, и, конечно же, гости фестиваля, и все известные артисты побывают в наиболее знаковых местах нашего города и в Мужком монастыре, и во всех музейных пространствах, да, поэтому живут все в самой центральной части города, поэтому артистов можно будет встретить в буквальном смысле на какой-то улице, да, не все передвигаются на автомобилях, кто-то из отеля идет на площадку пешком, да, и такой опыт был и в прошлом году. — На Спаску обязательно, да? — Да, самое главное, и все артисты, которые к нам приезжают, они очень, да, открытые, доброжирательные, замечательные люди, да, многие из них были и в прошлом году, да, полюбили нашу землю, поэтому я действительно получаю очень много отзывов от артистов, которые, вы знаете, мы очень ждем вашего фестиваля, скорее бы приехать в Киров. — И познакомиться, да, с нашим городом. — Да, так что если с 6 по 13 августа, прогуливаясь по улицам Кирова, вы увидите, например, Лизу Арзамасову или Игоря Лифанова, или там Елену Сафонову ту же самую, то... — Вам не показалось, да, это действительно, да. — А этично вообще подойти к артисту и попросить сфотографироваться? — Ну, а почему же нет? Конечно, это все возможно. — Я просто знаю, что наши жители, они очень стесняются по этому поводу или, ну, как-то вот думают, что это неприлично. Хотя сами артисты, от них я слышала, что они, наоборот, очень рады, когда к ним подходят и просят с ними сфотографироваться. Поэтому не стесняйтесь, можно обращаться. — Ну, да, вполне себе возможно. Немножко о программе еще поподробнее. В районах вы поедете в Кирово-Чепецкий, поедете в Слободскую, да? — Совершенно верно. — Это хорошо, что вы в том числе довели. — В Кирово-Чепецке на сцене Дворца культуры и дружбы состоятся показы двух замечательных спектаклей «Ночь ее откровений» «16+,» извините. Это все та же Лиза Арзамасова и Игорь Ильфанов, которую мы совсем недавно вспоминали. Это будет и «Мистический хоррор» «Вий 12+,» ну и состоится еще 9-го часа замечательный гара-концерт с участием порядка 15 известных артистов. Кто-то из них споет любимую песню, кто-то из них прочитает какой-то литературный отрывок. И такой же гара-концерт состоится в Сарбацком, но он состоится там 11 августа. Все гара-концерты фестиваля и в Кирове-Чепецке, и в Сарбацком, и в Кирове имеет возрастной ценз 12+. Встречи с поклонниками театра и кино запланированы тоже. Ну вот когда актеры выходят и можно с ними пообщаться. Во-первых, серия творческих вечеров, да, я повторяюсь, состоится на сцене Вятской ферармонии. Во-вторых, пообщаться можно будет с любимыми артистами на всех этих уличных форумах, на всех кинопоказах. В каждую кинокартину, которую мы представляем, да, перед началом сеанса выйдет, да, либо режиссер этого фильма, либо артист, исполняющий одну из главных ролей этого фильма. И мне кажется, это замечательное впечатление, замечательные эмоции. Да, это первый наш опыт, да, столь обширной кинопрограммы еще на фестивале не было, но я надеюсь, она найдет отклик в сердцах наших зрителей. Да, и вообще мы очень признательны всегда за обратную связь, поэтому призываю всех зрителей писать активно в социальные сети какие-то свои впечатления, пожелания, которые мы, безусловно, учтем и в следующем году. Ну, а нам нужно не писать, а звонить в первую очередь, да, скоро мы начнем разыгрывать наши призы, озвучим список сразу после полутора минут рекламы, прерываемся сейчас на эту паузу, и напоминаю о том, что еще будет задан вопрос в нашем телеграм-канале радиостанции Кировград, так что, если вы еще не подписались, подписывайтесь, заходите туда, вопрос скоро туда опубликую. Культ, 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 культ. Константин Зайнулин, директор Кировского драм-театра, гость сегодняшней программы «Культ поход», говорим мы о втором вятском открытом фестивале театра кино и журналистики «На семи холмах». состоится фестиваль в нашем городе с 6 по 13 августа. Сейчас озвучим список призов, которые у нас сегодня есть, а затем Константин будет задавать вопросы. У нас все вопросы сегодня на внимательность, да? Ответы на них уже в ходе передачи прозвучали. Так что мы сегодня не будем слишком пытать наших слушателей, а меж тем я запускаю вопрос, первый вопрос, наш телеграм-канал. Внимание, запускаю. А что мы разыгрываем? Приз там на фото. Я пока не открываю всех секретов. Пожалуйста. И я оглашаю список призов, которые мы сегодня разыгрываем. Это пригласительные на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Смена и дружба». Пригласительные вятский художественный музей на выставку «Новая степь» художника Зарикто Доржиева. Ограничение 6+. Также на выставку «Виктор Воснецов. Притяжение А. Ограничение 0+. И книги от магазина «Читай город». Андрей Зорин. «Жизнь льва Толстого». Опыт прочтения 12+. Хелена Турстен. Фрёкин мод. «Задумала что-то недоброе» 18+. Тикинси. «Леди на сельской ярмарке. Всегда раскроют пару преступлений». Ограничение по возрасту 16+. И Элеонор Портер. «Полиана выросла. Без возрастных ограничений». Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город». В торговых центрах «Театро», «Крым», Торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и «ТРЦ-фестиваль». Также у нас есть два пригласительных билета в Вятский палеонтологический музей. Ну и билет на двоих. О, есть звонок у нас, подсказывает звукорежиссер. Ну что ж, давайте поздороваемся. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Так, вы заглянули в телеграм-канал радиостанции «Кировград» и что же вы там прочитали? Расскажите, пожалуйста. Самая известная роль Сергея Селина – это дукали из «Улицы разбитых фонарей». Все верно. Я спрашивал о том, да, о самой популярной кинороле известного российского актора Сергея Селина. Именно Сергей исполняет одну из главных ролей в постановке «Розыгрыш», да, которая будет в рамках фестиваля у нас 10 августа. Да, замечательная романтическая комедия на сцене драматического театра, спектакля «Розыгрыш» в четверг, 10 августа, 16+, и Сергей Селин, тот самый знаменитый дукалис. Ну, там еще и Елена Сафонова, и Карина Разумовская, и Мария Рассказова. Ну, вот вопрос, который у меня сразу на ум пришел, связан был именно с Сергеем Селином. Вы абсолютно правильно ответили, правильно вспомнили гражданину дукалиса, да, и вы получаете, согласно фото, опубликованному в телеграм-канале, билеты в кинотеатр «Смена». Так что вас поздравляем. Спасибо. Да, не кладите, пожалуйста, трубку, еще пару слов с редактором нашим. Ну что, Константин, теперь с вас вопрос. Ну, а теперь вопрос для наших радиослушателей, что называется, действительно, на внимательность. Мы достаточно подробно сегодня говорили, где же будет проходить второй фестиваль на семи хормах в нашем городе. Так вот, перечислите, пожалуйста, прощатки проведения фестиваля. Их действительно много, но вот назовите максимальное количество, которых вы запомнили. Мы будем подсказывать, если что, да. Ну, не будем касаться, например, ну вот, вы сказали, выездные будут, да, у нас еще мероприятия. Ну, давайте поговорим про Киров. Про Киров, да. Где в Кирове, на каких прощатках, в каких помещениях будут проходить события фестиваля. Не только в помещениях, но и под открытым небом. Самые известные наши места города также будут задействованы. В целом, уже к фестивалю все готово? Подготовка к фестивалю уже, да, в самой финальной стадии, поэтому, конечно же, мы уже ждем, уже, да, проведено масса встреч, проведено, да, запущена активная рекламно-информационная кампания. Уже идут активные билетные продажи. Билетов уже практически не осталось, поэтому успевайте, пожалуйста. И у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Валентина. Да, Валентина, наша слушательница постоянная. Итак, слышали ли вы, где будет проходить фестиваль, на каких площадках? Давайте вспоминать. Мы тут загибаем пальцы. Загибаем. Драм-симеатр, театр Настапской 2, филармония 3, выезд Героя Чепецк. Так. Слободской. Слободской, да, да, да. Да, 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 Слободской. Кинотеатр еще можно назвать, помните? Кинотеатр-смена, естественно. Все верно. Открытые кинопоказы где? На улице. На улице. Совершенно верно. Я думаю, достаточно, да. Валентина, хорошая память у вас, здорово. Что выбираете, что хотите получить, какой приз? В кинотеатр-смена. Хорошо, все, без проблем. Есть у нас еще билетики в кинотеатр-смена. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаем вас нашему редактору. Еще успеваем вопросы задать? Да. Давайте поговорим. Сейчас тоже простой вопрос, видимо, будет. Он относительно простой. Фестиваль у нас называется «На семи холмах». Как вы думаете, почему? Почему именно на семи? Почему на холмах? Почему не на девяти? Почему не на горах? Да, именно на холмах. Ну, любители, да я даже не знаю. Ну, раскроетесь, Редко, Настатин. Кто выбирал название фестиваля? Ну, это был коллективный труд. Конечно же, мы хотели его связать с местом проведения этого фестиваля. Да, и помимо жанровой его особенности, да, что он фестиваль театра, кино и журналистики, да, есть звонок у нас. Да, да. Добрый день, приветствуем вас в прямом эфире. Добрый день, как вас зовут? Добрый, Андрей. Андрей, ну, наш постоянный слушатель, да? Узнаем по голосу. Почему именно на семи холмах? В чем тут фишка? Ну, я попробую догадаться, что по аналогии с Римом, то, что наш город холмистый. Совершенно верно, да, есть... А их точно семь холмов? Несколько городов мира. Рим, Москва, Киров. В Риме точно семь холмов, да, и там в Риме каждый холм имеет свое название. А вот в Вятке, в Кирове эти холмы точно не найти. Семь, да, ну, можно назвать Балязского поля, Кикиморскую гору, ну, и, пожалуй, все. В общем, верим на слово. Да, но все-таки в советское время очень устойчивое было словосочетание, да, Киров, город на семи холмах. А оно появилось раньше, вот, предыдущего юбилея, 600-летия? Оно появилось как раз, вот, где-то, да, к 600-летию, 1974 год. Да, 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 по-моему, тогда формулировка такая была, да, сделана. Что ж, Андрей, поздравляем вас, что хотите получить? Книжку по Фрекен Мод. Книжка Фрекен Мод задумала что-то недоброе, 18+, а, для больших мальчиков и девочек, да? Книжка, отлично, не кладите, пожалуйста, трубку, нашему редактору вас передадим. У нас минута остается, не знаю, наверное, не успеем задать еще один вопрос, остается только лишь еще пригласить, да, и напомнить о значимости этого мероприятия. И напомнить, что с 6 по 13 августа пройдет уже второй по счету открытый Вятский фестиваль Театра кино и журналистики на семи холмах. Дорогие радиослушатели, дорогие жители Кирова, дорогие гости образцовой столицы, мы с нетерпением ждем вас на всех фестивальных событиях, да, следите, пожалуйста, за афишей фестиваля, заходите на его сайт и до встречи на фестивале. 6 августа, воскресенье, открытие, 19.00, красная дорожка, ограничение возрастное, еще раз напомню, 12+, вот тогда можно будет воочию увидеть, да, всех гостей, всех звезд российского кино, театра, да, все они пройдутся по этой красной дорожке. Да, это действительно так, до встречи. До встречи. Спасибо, Константин Зайнулин, директор Кировского драматического театра. Завершаем на этом сегодняшнюю программу «Культпоход». Всем хороших выходных, до свидания. До свидания.